В самом названии Комиссии по делам несовершеннолетних выражена суть ее работы. Это прежде всего защита прав и законных интересов несовершеннолетних, организация работы по профилактике сиротства, правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. Глава Белоярского района, который пришел поздравить юбиляров, отметил, что сотрудники Комиссии по делам несовершеннолетних всегда стоят на страже, помогая детям и подросткам, ограждая их от жестокости и насилия. Я рад, что сегодня в этом зале присутствуют представители субъектов, которые стоят на страже детства. Наверное, согласитесь, что недаром наш президент, уважаемый Владимир Владимирович, объявил десятилетие детства. Мы, не дожидаясь этого посыла, на мой взгляд, все, начиная от ветеранов, те, которые сегодня работают, превратили эксклюзивную Белоярскую территорию для счастливого детства. Сергей Маненков вручил ряд важных наград, в числе которых благодатственные письма заместителя губернатора Ханты-Мансийского округа, председателя Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Ханты-Мансийского округа. Среди награжденных Наталья Сокол, заместитель главы по социальным вопросам, председатель территориальной комиссии. Ирина Козыренко, заместитель председателя территориальной комиссии по делам несовершеннолетних. Абдурахман Аджиев, заместитель директора детско-юношеской школы города Белоярского, член территориальной комиссии и многие другие. Отмечены были и представители органов и учреждений системы профилактики. Грамотная координация всех служб, своевременное выполнение поставленных задач – одна из главных составляющих работы комиссии по делам несовершеннолетних. За 35 лет своего существования Белоярской комиссии накоплен уникальный опыт взаимодействия с семьями, оказавшимися в социально опасном положении. И все это благодаря слаженной работе и профессионализму членов комиссии и специалистов субъектов системы профилактики. Председатель комиссии Наталья Сокол вручила благодарственные письма председателю территориальной комиссии, главам сельских поселений Казым и Полноват Алсу Назыровой и Ларисе Макеевой и многим другим. В числе награжденных и наш коллега, оператор видеосъемки Дмитрий Слепенков. Нужно сказать еще спасибо за то, что каждый друг друга понимает из всех наших субъектов, ценит работу каждого. И вот это взаимопонимание и слаженность приводят к тому, что мы гордимся своими показателями. По словам специалистов, самым лучшим способом помочь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, является, пожалуй, собственный пример взрослых, их активная гражданская позиция. На протяжении многих лет педагоги Белоярского политехнического колледжа зажигают в сердца детей, вовлекают в учебный и воспитательный процесс, вдохновляют их на творчество. С праздником собравшихся поздравили и студенты Белоярского политехнического колледжа, члены волонтерского клуба «Благо». Папа, что такое КДН? В чем смысл букв этих? У отца секретов нет. Слушайте, ребята, нынче КДН 100 лет, юбилея надо. А работа КДН – трудная работа. От беды детей сберечь – вот ее забота. Если кто-то алкоголь предложил мальчишке, или сигарку протянул старший друг малышке, тут комиссия, друзья, будет непреклонна. Наказание ждет того, кто нещит закона. Комиссия по делам несовершеннолетних осуществляет свою работу по выявлению детей, оказавшихся в социально опасном положении, и дальнейшему их сопровождению в тесном взаимодействии с правоохранительными органами. От общей слаженной работы и правильных ответственных решений зависит успех. Правильное решение в том, что, конечно же, можно пером черкнуть и принять какое-то наказание, но это не факт, что данный ребенок поймет, и в дальнейшем его судьба просто будет испорчена и перечеркнут все. А в многих случаях, когда правильное решение принимается, дети понимают, дети принимают решение, независимо от того, что у них родители, к сожалению, неблагополучные. И из этих детей, когда они это понимают, к счастью, получаются настоящие люди. Сегодня в Белоярском районе созданы все условия для счастливого детства и юношества. И благодаря работникам комиссии по делам несовершеннолетних каждый ребенок, независимо от его окружения и сложившихся обстоятельств, может вырасти достойным гражданином. Наверное, согласитесь, что все дети одаренные, плохих детей не бывает, но понимаем, что есть категория детей, которые оказываются в сложной жизненной ситуации в тех семьях, которых воспитывают. Мы, наверное, согласны, что родители не выбирают. И глубокому сожалению есть и дети, которые нуждаются в этой защите. Я отраду на то, что сегодня такая армия субъектов, профилактики, беззадорности, защиты детей у нас в Белоярском районе очень большая. И я уверен, что у нас есть все ресурсы, а самое главное, людские, сделать так, чтобы каждый ребенок в эксклюзивном Белоярском районе был счастливым. Я уверен, что так и будет. Благодаря эффективной работе всех задействованных структур в Белоярском районе нет случаев жестокого обращения с детьми. Организован стопроцентный охват полезной трудовой и досуговой занятостью подростков, склонных к совершению правонарушений и детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении. Снижено количество выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Кермену Таджиева, Дмитрий Слепенков. Время новостей. Белоярский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова